Моя девушка боится выходить замуж. До меня у неё были мужчины, которые хотели этого, и она жила с ними. Были попытки завести детей, однако неудачные, по медицинским показаниям. Она говорит, что хотела бы иметь семью и детей, но признаётся также и в том, что боится этого. Самое загадочное, запятая, но. Да. И поехала в ответ на вопрос. Да, но признаётся также и в том, что боится этого. Её беспокоит потеря свободы. Дополнительная информация. Девушке 36 лет, в официальном браке не состояла. Выросла в полной семье, самостоятельная, обеспеченная, с высшим образованием, развитая личность. Если понадобится ещё какая-то информация, спрашивайте. Мой вопрос. В чём тут может быть проблема? Как можно преодолеть этот её страх? Ну, скорее всего, та замечательная, прекрасная, полноценная в семье очень сильно девочку ограничивала на уровне семи, наверное, 12 лет. Просто ограничивала состояние движения в развитии. Это остаётся. Остаётся уровнем страха. Как только я превращусь в похожую, как мама, да, или такая же модель будет у меня, мама, папа, значит, у меня произойдут ограничения. Состояние человека, когда его очень сильно ограничивают, всегда, опять-таки, вызывает чувство сопротивления. Мы готовы жить гражданским браком. Мы готовы там как угодно разговаривать. Что такое по медицинским показаниям не готовы иметь детей? Это запрет себе, потому что не происходит осознания того, что почему так. Мы боимся задавать себе вопросы. Мы боимся понимать происходящее, что у нас на самом деле было. Это не плохо, не хорошо. Ещё раз. Это то, что мы пережили. И то, что мы оттуда вынесли, мы с этим живём. Что такое будущее? Это в настоящем принятые решения. В настоящем принятые навыки, привычки, отторжения, уровень сопротивления. Единственное, в будущем, то бишь по времени, если брать, они только усугубляются. Чем легче человек идёт со своей внутренней ношей, тем проще ему по жизни. Он очень хорошо учится тогда для себя самого, прежде всего, а потом уже для окружающих взаимодействовать. Он позволяет людям быть такими, какие они есть, и смотрит с интересом, а почему мне не хочется? Почему я поставила себе или я поставила себе запрет? Почему? Уровень рассуждения совсем не развит. У нас абсолютные такие павловские реакции. Лампочка загорелась – гав. Лампочка не загорелась – сижу скулю. Родители вырабатывают при помощи шокотерапии такой, воспитательного процесса, рефлекции. И вот как только ситуация чуть-чуть похожа, тело моментально реагирует и начинается застывание. Почему, говорю, вы порассуждайте, посмотрите, почему так? Что вам там не нравится, чего вы действительно боитесь? Это очень обобщенно. Она боится выходить замуж. Нет, она боится того состояния, в котором она находилась, в модели семьи. Потому что модель семьи очень жесткая у нас – мужчина, женщина. И вот как только этот образ выходит к ней, что ей нужно принимать это решение, идёт отторжение, потому что в её образе семьи ей было не очень хорошо. Это не потому, что она с вами не хочет или с кем бы то ни было. Нет, она в образ тот, в то состояние не хочет заходить. Вот и нужно разобраться, что же там было такое, что настолько она получила огромное внутреннее отторжение, и уровень сопротивления зашкаливает. Вы просто порассуждайте. Количество образования, там ещё статус, там ещё что-то – это инструментарий, который заменяет внутренний мир человека, понимание самого себя, уровень комфорта внутренний. Это не машина, в которой я еду, это состояние, в котором я нахожусь. А в машине можно ехать в любой. И с пониманием разрешительной базы себе, чего я действительно хочу. А мы, к сожалению, все живём тем, чего мы не хотим. Мы убегаем от своих страхов, которые нас бесконечно догоняют, и ситуации сценарные повторяются. Лучше один раз посмотреть, нежели тысячу раз сидеть и бояться. Так что общайтесь со своей девушкой, она вам всё расскажет. Только наберитесь немножко терпения. И вы поймёте, что ей нужно дать, чтобы она стала счастливой с вами в браке. Продолжение следует...